Книга «Открытым оком», 25-й том, вопрос 3751, тема «Грех». Не пытались ли следовать через опрос у верующих женщин и девушек, что же они чувствовали, когда впервые надевали мужские брюки? И не тянет ли их сегодня к тому же? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Как раз такой вопрос я и задавал в всей общине, попросив всех грешниц написать о своих чувствах. Но ознакомиться со всеми невозможно, но кто первый ответил, того ответ и помещаю. Кавычки открыты. Так исторически сложилось, что брюки я не носила. Мой отец благодушно отнесся к полу родившегося ребенка, то есть меня. И, кроме того, я оказалась первым и единственным на тот момент чадом на всю родню, и никто не был против того, что я оказалась девочкой. Видимо, поэтому, не считая младенческий возраст, на меня никто не надевал ни брючек, ни шортиков, ни комбинезонов. Платьица, рюшечки, бантики, за что и прозвана была одной из своих теток кукленком. С детских лет отец прививал мне любовь к классической литературе. Одно из самых сильных впечатлений детства – пересказ отцом повести Тургенева. Муму, сопровождавший появление в нашей квартире щенка. Любовь к классике не смогла убить во мне даже наша система образования, придруждающая проходить, а точнее пробегать, серьезные литературные произведения. И что порождает обычно скуку и непонимание. Я благополучно избежала этого, прочитывая романы, которым не посчастливилось быть включенными в школьную программу. Моей любимой героиней была Лиза Калитина из «Дворянского гнезда» Тургенева. Стены в моей комнате были завешаны иллюстрациями картин классических художников. Я коллекционировала иллюстрации женских портретов. Конечно, я и выглядела, соответственно. Юбка школьной формы была у меня пышной и самой длинной в школе. Я была вылитая старорежимная гимназистка. Штаны мне, конечно, надевать приходилось на уроки физкультуры, которые я терпеть не могла. И уроки, и штаны. Да еще за ягодой я в штанах ходила, тоже спортивно, за брусникой, за голубикой. У нас на Колыме заготовка ягод такое же обязательное и трепетное действие, как заготовка огурцов и помидоров здесь на материке. А лазить по сопкам и спасаться от комаров однозначно с подручной штанах. Дальше можно благополучно пропустить несколько лет, не внесших ничего нового в данную тему. Пахальное событие произошло в 25 лет. У каждого поколения, у каждой категории граждан есть свои мифы. Есть такой миф и у женской половины человечества. Имя его принц на белом коне. Миф этот живуч и подогревает огонек надежи даже в 40 и 50 летних сердцах. Вот мне представьте повезло. Я действительно встретила мужчину в моей жизни. Классическое образование. Как ни странно, прививает не романтизм, а трезвый взгляд на жизнь и на людей. Один психолог Достоевский чего стоит. Так что, прошу заметить, в любовь с первого взгляда я не верю. Но было так. Он подошел, спросил пустяк. Я взглянула в его глаза и увидела другую вселенную. Иные миры, костры, возле которых можно нагреться все жизнь. И лунную дорогу, ведущую к счастью и обретению смысла жизни. Зазвучала у вертюра к балету Адана «Жизель». И голос откуда-то сверху и справа ясно произнес «Это он». И когда он отошел, вместе с ним из воздуха ушли какие-то важные атомы. Я поняла, что просто не смогу дышать, если его не будет рядом. Это была сложная ситуация. Этого парня голыми руками было не взять, стоило ему где-то появиться. Как вокруг него тут же начинали роиться пестро окрашенные самочки. И пробиться через этот рой было нелегко. Оценив ситуацию, я поняла, что мне нужно. Как это сейчас говорят, сменить имидж. Я пошла в свой крестовый поход. Среди моих доспехов были брючки, резинки, платья, чулки, мини-юбки. Слово все, что можно подчеркнуть. Все анатомические подробности. Коробочки с тенями. Туши, помадой, духи, каблуки, серьги длинные, звенящие. Добывала простое женское счастье путем сложных манипуляций. И цель я добилась, была замечена, оценена и приближена. А там, оценив мои ноги, мужчина моей мечты оценил и мой богатый внутренний мир. И пошли мы дальше по жизни, рука об руку. А позже Господь даровал нам веру. Что я испытывал, явив себя миру в столь откровенных нарядах и брюках в частности. Я думаю, похожее чувство испытывал советский разведчик Исаев, надевая эсэсовскую форму и преображая штирлица. Маскировка для пользы. Эту форму я носила до тех пор, пока мы не осознали, что стали верующими. Почему? Опытные военачальники знают, захватить еще не все, важно удержать. А эффектная женщина служит доказательством мужской состоятельности, как медвежья шкура зверя убитого собственноручно. Неверующему мужчине престижно обладать тем, чем хотят обладать другие. Исходя из вышеизложенного, делаем первые выводы. Можно выявить группу женщин в брюках, чьим девизом может быть фраза. Посмотрите, какая у меня попка. Очень много в этой группе стареющих женщин с особой жестокостью изгоняют из своих тел возраст, не желая стареть, их внешний вид демонстрирует, что они еще не вышли в тираж, что они все еще не сошли с тропы войны. Но ни одна из женщин не признается, что она действует под таким девизом. Любая вам скажет, что в брюках удобнее. А если в этом своя термяжная правда, не будем забывать, что варвары, одетые в штаны, в конце концов победили римлян, одетых в юбки. И по сей день весь цивилизованный мир одет именно в штаны, включая предков древних римлян и греков. Шотландские филты рассматривать не будем ввиду единичных случаев. Всякий согласится, что в брюках гораздо удобнее, чем в юбке водить рактора, работать в забое, летать в космос, заниматься геологоразведкой, отбиваться от индейцев и дворовой шпаны, ходить в аптеку, штурмовать пригородную электричку. Представьте, тетеньку в преклонных лет, в правой руке у нее ведерко на 10 кг, в левой сумке на 7 кг, за спиной рюкзак еще на 12 кг. И со всем этим добром она должна втиснуться в электричку или пригородный автобус в толпе озверелых дачников. Вы зададите здравый, на ваш взгляд, вопрос, а как же раньше нашим бабкам и прабабкам? Итак, 19 веков было почему-то удобно, а вам нет. Все 19 веков и еще сколько-то до Рождества Христова между женщинами и мужчинами были четко распределены в социальной роли. Но попадалась там какая-нибудь странная дамочка, норовившая переодеться в мужской наряд и закатиться, рубить французов, как девица Дурова во времена войны 1812 года. Такие начисто губили свою репутацию приличной девицы. Теперь же, как сказал классик, все смешалось в доме Облонский. Личная сама была последний раз одета в брюки во время перелета Магадан-Барнаул на грузовом самолете. И это выглядело как побег из города, захватываемый неприятелем. Помочь было некому. С кучей сумок и котом я сутки добиралась до Багаданского аэропорта. Сутки ждала вылет, скарабкалась по шатающейся лестнице в люк самолета, мастилась на откидывающемся сиденьице среди бульдозеров и прочей техники. И со скорби могу подтвердить, что в брюках это все действительно было делать удобнее. Конечно, не тех, какие носят женщины первой группы, так что даже деятельность женщины не связана с ношением брюков. У каждой бывает ситуация, когда в брюках действительно удобнее. А вот почему женщины выбирают себе профессии, которые пристало выбирать только мужчинам, ответим коротко, тут без лукавого не обошлось, даже если эти женщины в него не верят. Ставлю Лыков в строку. История одной моей знакомой семьи. Во времена глухого социализма работали на заводе муж и жена. Она занималась какой-то незатейливой женской работой. Он развозил на автокаре какую-то мелочь по территории завода. Родился ребенок, стало трудно с деньгами. Родился второй, с деньгами стало еще труднее. Но когда родился третий, жена взяла уже все мыслимые и немыслимые подработки, а муж палец о палец по-прежнему ударить не хотел. Что сделала бы в этом случае верующая женщина? Воскорбела бы, что вышла замуж без совета, продолжала бы молиться и все силы бросила бы на то, чтобы воспитать детей богобоязненными и трудолюбивыми. Древнергические женщины во главе с Лиси Стратой, утомленной бесконечными междуусобными войнами, устроили своеобразную запастовку, чтобы откорректировать поведение своих мужчин. Ну а у советских собственная гордость. Женщина решила сама стать кормилицей семьи, выучилась и пошла работать корновщицей в горячий цех на какое-то особенно вредное производство. Детей у них натурально больше не было, но этих троих ей уже было чем кормить и во что одеть. Она даже совбудила дачку руками, шабашников, чтобы витаминизировать детей. Ну а муж до самой пенсии катался на своей машинке, все свое свободное время проводил со своим четыреногим другом диваном и оживлялся только при виде холодного пива. Нет, не обошлось тут без лукавого. Конечно, он принимал самое активное участие во всем проекте. Переоденем в нем женщин, брюки, но особенно лишены логики и поступки женщин, относящихся к третьей группе, чьим девизом может служить фраза «это модно». Я уже высказывала свою точку зрения на этот счет. Среди модельеров куча мужчин с нетрадиционной сексуальной ориентацией. И они из кожи вон лезут, чтобы придать женщинам как можно более нелепый и отталкивающий вид. Кроме того, привыкнув к женщине в брюках, мужчина может более благосклонно взглянуть и на другого мужчину. И там брюки, и там какая разница. Мода – это диктат. Это знак, что ты свой, что ты в стае. Ты такой же, как все. Ты не белая ворона. Выделяйся с толпы, ты бросаешь этой толпе вызов. Социально незрелая личность не решится бросить вызов своим внешним видам. Я была шокирована одной из модных моделей джинсов. Пояс на бедрах очень низко. А мотня – возле самых колен. Человек нормальный, даже ноги переставлять не может. Смотришь на бредущую в таких штанах девушку и думаешь – бедная. Больна, что ли? Наверное, у нее непрестанная диарея. Вот и сейчас полны штаны. Даже по мерзким меркам и некрасиво, и неудобно. Но модно. Глупее не придумаешь. И какая бы из трех причин не загнала женщину брюки – все венчает привычка. Рассмотрев ситуацию, лично я прихожу к выводу. Резона и повода отказываться от брюк у женщины нет. Она либо хочет соблазнить, либо подтвердить свой статус привлекательной женщины, либо ей удобно в силу каких-то причин, либо она хочет выглядеть модно и современно, либо она просто привыкла, позабыв перед этим в одной из вышеперечисленных категорий. Побывав перед этим в одной из вышеперечисленных категорий. Отсюда мораль. Только истинно верующая женщина, принимающая Библию от первой до последней буквы, как слово Божие, может сегодня отказаться от ношения брюк. Приняв, что это Богу неугодное, и это маленькая жертва, которую она с радостью может принести своему Создателю. М.Г. Дебунова, открытым оком, том 15, страница 223. Второзаконие 22.5. На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом Твоим, всякий делающий сие. Кавычки закрыты. Шестой Вселенский собор правила 62.691 года определяем никакому мужу не одеваться в женскую одежду, ни жене в одежду мужа соответственную, свойственную, не носить личин комических или сатирических или трагических, не производить смеха и поневежеству, или в виде суеты не делать того, что принадлежит к бесовской прелести. Посему тех, которые отныне, зная сия, дерзнуть, делают что-либо из вышесказанного, если суть клирики, повелеваем извергать из священного сана, если же миряне отлучать от общения церковного. Ганрский собор правила 13.340 года. Кавычки открыты. Если некая жена ради мнимого подвижничества переменит одеяние и вместо обыкновенной женской одежды облечется мужскую, да будет под клятвой. Кавычки закрыты. Закрыта Библия, свеча едва мерцает, в раздумье гористом склонилась голова, душа моя скорбит, чело мое пылает, и кто-то надо мной все громче повторяет библейские слова. Че света стует, промчится год за годом и канет без следа, займется вновь заря и снова догорит, и род пройдет за родом, и новые жрецы зажгут у алтаря, лампады новые и трепетно горя. Они осветят вновь забытые кумиры, развеются, как дым, державы и порфиры, и слава, и любовь промчатся, как мечта, и все пройдет, как сон, все тлен и суета, все суета, сует. Медлительно и властно глухая льется речь, и возглас роковой звучит в моих ушах так грозно, безучастно, как ровный стук лопат над крышкой гробовой и нежи. Никну я печально головой и мыслю горестно, зачем же мы так страстно глядим в немую даль, страдаем и скорбим, пусть все пройдет, как сон, пусть все пройдет, как дым, но что нам до того, пускай века нам дали, лишь проблеск радости, лишь веяние печали, мы всем емлющим сознанием своим в одно мгновение всю вечность обнимали. Цари мгновения, мы все-таки царим. Ха льдов!